Пропагандировать здоровый образ жизни собственным примером призвал чиновников окружной администрации губернатор Александр Цибульский на первом организационном заседании по объявленному в регионе Году здоровья. Кроме того, на заседании говорили о повышении зарплаты среднему медперсоналу и оказании квалифицированной медпомощи жителям Ненецкого округа. Тем продолжит Ольга Русу. Год здоровья в Ненецком округе, объявленный губернатором и поддержанный всенародно, начался с оргкомитетом. На нем собравшиеся рассмотрели план мероприятия, обсудили первоочередные задачи, которые предстоит решить в 2019 году для оздоровления населения региона. И первое из них – привлечение специалистов. Так, в конце прошлого года окружным парламентом был принят законопроект, согласно которому на территории региона с 1 января начали действовать арктические меры поддержки медицинских работников. Они вступили в силу с 1 января и в целях привлечения мы предусмотрели, назовем так, арктический доктор и арктический фельдшер. Это дополнение к той программе «Иземский доктор и земский фельдшер». То есть в дополнение к тем выплатам, которые сегодня установлены на федеральном уровне, миллион для врача и 500 тысяч для фельдшера, мы предусмотрели помощь дополнительного закружного бюджета. Кроме того, в год здоровья в Нинецком округе начали действовать специальные меры для студентов-медиков. Это стипендия для отличников и тех, кто учится на 4,5. Компенсация за съем жилья и дорожные расходы. На сегодняшний день в округе трудится 177 врачей и 513 человек среднего медицинского персонала. Практически во всех населенных пунктах округа есть пункт медицинской помощи. По словам губернатора Александра Цибульского, даже в Советском Союзе медик полагался только на 300 человек населения. Сейчас в селах, где меньше 100 жителей, есть здравпункты. По нормативу выше, чем в Советском Союзе, потому что у нас населенных пунктах есть 100 жителей. Там менее 100 жителей присутствуют, первичные медицинские учреждения, фельдшерские пункты, которые могут оказать первичную медицинскую помощь. И в этом смысле это надо поддержать, это надо развивать. Также в год здоровья планируется решить вопрос с предоставлением жилья для специалистов-медиков, приезжающих на работу в Нинецкий округ. Сейчас в жилищной очереди числится 70 медицинских работников. В конце прошлого года, в начале лета, мы уже около 20 квартир, на основании отрешения Сиантача отдельного, стали предоставлять служебное жилье врачам. У нас на сегодняшний день стоит на очереди 70 врачей, но есть врачи, которых необходимо привлечь и тоже предоставлять жилье. Также в числе первоочередных задач губернатор Александр Цибульский обозначил увеличение заработной платы медицинским работникам, приведение ее в соответствие со статистическими данными. И вообще, вот эта статистика, которую мы приводим, ну вы на этом, в общем, остановились, которую мы приводим по зарплатам, она, конечно, ну где-то немного лукавая, потому что это такой средний температур по больнице, который мы показываем, да, за счет совместительства, за счет того, что врачи берут в себе несколько ставок. Это, ну, действительно, это не очень справедливо, не очень правильно. И главное, что это противоречит основному поручению, которое нам говорит президент и обращает на это особое внимание, что отчеты на бумажках должны соответствовать реальному ощущению людей. В числе прочих задач глава региона обозначил на этот год уделить внимание развитию диагностического комплекса в округе. Это позволит сохранить жизнь и здоровье, и к тому же сэкономить время, деньги и нервы пациентов. Также он отметил, что в этом году надо продолжить сотрудничество с ведущими медицинскими центрами в части оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям Ненецкого округа. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.